Несколько лет назад во многих СМИ гуляла информация, что в Ставропольском крае за 41 тысячу рублей построили футбольную арену. На табличке гордо красовались надписи «Построено за пять дней». В ходе постройки не украдено и не распилено ни одного рубля. Так основатели фермерского хозяйства Пономарёва решили привлечь внимание к своей продукции, слегка подшутив над строящейся зенит-ареной. И в общем-то у Александра и Романа Пономарёвых получилось. О ферме отца и сына заговорили в СМИ. Мы встретимся с Пономарёвыми, которые создали хозяйство, выращивают бахчевые культуры, а также выращивают зерновые. Да, кстати. И создали интересный объект, парк агротуризма, куда приезжают десятки тысяч человек. Но ещё бы! Посетителей здесь ожидает море развлечений для всей семьи. Есть тут и соломенные фигуры, и контактный зоопарк, и зона отдыха с гамаками. А самое главное – всегда под рукой сочные дары природы в виде дынь, арбузов и прочих бахчевых культур. Братья Чебурашкины постараются узнать, насколько полезен агротуризм, как один из способов продвижения сельхозпродукции. И выяснят у Пономарёвых, как быть счастливым, занимаясь сельским хозяйством в регионе. Посмотрим, сколько они зарабатывают, какой доход у этого бизнеса. Что прибыльнее – агропарк или выращивание бахчевых и зерновых. Ну и в целом, как эта вообще пиар-акция помогла им в своё время скрутить свой проект, свой бизнес. Как они себя чувствуют как предприниматели, что нового, какие планы. Братья Чебурашкины на Кавказе. Общаемся с толковыми и деятельными людьми. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По пути на ферму Пономарёва братья погостили в Ставрополе. Одном из самых крупных городов Северного Кавказа. Сейчас здесь живёт 454 тысячи человек. И за последние, как я смотрел, лет 7-10 идёт постепенный рост населения. Что хорошо, то есть население не убывает, а растёт. И это прекрасно. Ведь если развивается крупный населённый пункт, то и близлежащие сёла тоже имеют шанс на развитие. Как, например, село Красное, в котором находится бахчевое хозяйство Александра и Романа Пономарёвых. Сегодня мы, получается, подоспели к первому арбузу? К первому арбузу вы вот вовремя приехали. Это самый ранний гибрид. Вот, видите? О, слушайте, а расскажите, как надо выбирать арбуз? Все в магазине приходят, стучат по нему. Что нужно делать? Видите, усик? Это когда на плите. И барашек. Вот он, ниже барашек. Вот он, барашек. Вот внизу барашек это называется. Вот усик уже высох. Всё, добрый знак. И он приобрёл цвет, который характерен для этого сорта. Вот у него такой вот глуховатый звук. Незвонкий, как у обычного. Я думаю, он должен быть звонкий. Но он незвонкий прям звучит. Всегда выбирал самые зелёные арбузы в магазине. Вот, и он хруст. Хруст. А, хруст. Это значит, он готов? Да, да, да. В магазине теперь будут все поджатые арбузы. О, точно. Ещё раз. Ну, подожди, это у меня спина хрустит, а не арбуз. А это тот самый парк развлечений, который стал местом притяжения огромного количества посетителей. И узнать о секрете такого успеха братья постараются у сына Александра, Романа. Изначально, как, парк был ещё в 2014 году, когда сначала у нас там три года бесплатно был вообще сюда, вход был бесплатный. Но он меньше. Но он меньше был здесь, чисто солома. Тут поток людей начал идти, и сразу же здесь появились цыгане, которые начали кошельки вытягивать. Тут пьяные люди, которые начали здесь дебоширить. Супруга говорит, давайте попробуем провести здесь праздник. И прорекламировали, и собралось там большое количество людей здесь. Ну, это эффективно работает, значит, надо это проводить. И начали периодически. Сначала только по воскресеньям проводили, потом, уже в прошлом году, и по субботам, и по воскресеньям. Сейчас уже ежедневные мероприятия, плюс усиленные по субботам, воскресеньям. Важный вопрос. Вот как пандемия помогла тебе в этом? Или не помогла? Нет, снизился поток, но у нас увеличили мы специально вход. У нас был до этого 100 рублей вход с человека. В прошлом году в пандемию мы сделали 200 рублей, чтобы сократить поток населения, поток туристов сюда. Мы вкладываем в парк 7 миллионов. Каждый год? Каждый год. Это именно на постройку, на перестройку, на достройку. Вот 7 миллионов рублей. В следующем году, если у нас удастся, порядка 20 миллионов нужно на водные зоны. В 92-м году вашему сыну сколько лет было? Ну, 9 лет. То есть вы начали все это мероприятие. До 92-го года где вы работали? Какая профессия была? Сначала секретарем комсомольской организации, потом в райкоме партии работал. После того, как развалилась партия, мне было 27 лет, что делать? Надо же семью кормить. С сельским хозяйством был связан поверхностно. Когда человек, дилетант в этой какой-то области, он старается все скрупулезно делать так, чтобы иногда профессионалы или зашорены у них, может, по специальности, в институтах. Может быть, устаревшие знания. Устаревшие какие-то. Мы, кстати, сталкиваемся с этим, да? Да, вот именно поэтому у нас и подходы в бизнесе немножко разнятся с теми, кто у нас занимается, например, в районе. А что выращивали изначально на этой земле? В основном только пшеницу, ячмень. А в какого года это стало выгодно? Да, вот вопрос. Выгодно это стало только с 2006-2007 года. Но в 1995 году мы попробовали первый раз посадить арбузы. Первые годы сложно было, и помощника у меня не было, и сложно с реализацией было. И мы как бы отложили этот момент. А мы занялись еще цветами. Выращивали теплицы, цветы. Это стало выгоднее, почувствовали? Да, это стало выгоднее. У нас врачовки-магазинцы, в общем, торговали. Я постоянно половы термоз, 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 эту картошку. Я говорил, я никогда нифига не вернусь в село, чтобы в эту грязь. Уехал уже в Ставрополь учиться. На третьем курсе мне стало скучно учиться. И учился я нормально, хорошистом, грубо говоря. А почему скучно? От каких годов были? Это 2003 год. Отец меня держал на подсосе и правильно делал. Вот так. Ты так же будешь делать со своими детьми? Может быть, чуть-чуть модифицирован, но принцип такой же. И у меня постоянно мысли, ну, чтобы заработать денег. Хотелось там девчонку в кафе, в клуб или в ресторан отвезти. Это сейчас, я понимаю, не в деньгах суть. А раньше же, молодой же, неопытный же так. И мне нужны были какие-то дополнительные средства. Ну, я решил, что сделать. Арендовал место. И стал же, как и мама, продавать цветы. Три магазина было цветочных в Ставрополе. И сначала это было рентабельно. Потом конкуренция начала возрастать, а ценник на закупку цветов стал расти. Рентабельность падала, падала, падала. И понимаешь, что деньги, получается, из кармана в карман перекладываются, по сути дела, а хорошего ничего не добиваешься. И так постепенно Роман стал задумываться о возвращении к делу своего отца, который, конечно же, был обеими руками за. Мы с сыном друзья. Почему у нас, я думаю, ладится? Из-за того, что мы находим общий язык, мы можем посмеяться над какой-то темой, обыграть ее. Там вот так родилось, там вот многие, вот стадион соломенный, потом нога Кенфеева, там еще там много таких вещей, которые перетаскивать одеяло друг на друга не получится. Мы вообще, по сути дела, почему в точку попали с постройкой соломенных фигур? Почему? Потому что появились одноклассники, ВКонтакт, а в дальнейшем Инстаграм. Селфи-туризм, основной драйвер получился. Девочки стали фотографироваться. Это и есть реклама. То есть началась по соцсетям расход, а это сейчас стало модно. Мы стали больше делать фигур актуальных, чтобы вызвать какой-то моральный интерес или резонанс небольшой. Я думаю, что по соломенным фигурам самый удачный у нас троллинг вот такой вот получился, это мы сделали «Зенит-арену» из соломы. У вас какая основная идея была? Просто пропиариться или это был протест какой-то? Нет. Знаете, как бы это был юмор. Расскажи эту историю с самого начала. Что вы сделали, кто на вас вышел и что из этого получилось для вас и для остальных? То есть очень много было вопросов по строительству стадионов в Санкт-Петербурге. И там выделялись неимоверные деньги. Миллиарды, миллиарды, миллиарды рублей. Постоянно продлевалось. Ну, все видели это. И мы не думали, что это сильно так открыто будет. Кто мы такие? Фермеры небольшие. Ответил футбольный клуб «Зенит» и картинку прислал в спички от «Зенита». Да, ну типа поджечь все это. Если бы в то время подожгли, это еще бы было больше пиар. То есть дальше позвонил человек, представитель от клуба «Зенит». Они нам выслали 11 футболок «Зенита». Вымпел, три мяча, по-моему. Но ты его убедил, что это было доброе намерение или как? Почему они так позитивно срабатывали? Нет, я не говорю, что это доброе намерение. Они решили не идти в негатив, а лучше это преобразить в пиар. Вот так вот. И мы собрали арбузов, отправили. У нас даже есть фотографии, где ведущие футболисты с нашими арбузами они нам прислали пресс-конференцию. Но это за шуму. Более того, фермеры продолжили развивать футбольную тему и достроили соломенную фан-зону, где около 700 посетителей на большом экране могли наблюдать за игрой сборной России. И все это без продажи алкогольных напитков. Когда Акинфеев отбил ногу, детей все встали, начали детей кидать вверх. Это соломенное творчество создается руками коллектива Пономарева. Без арт-директоров и специально обученных художников. На чистом энтузиазме с единственным желанием осчастливить и посетителей, и свою семью. Есть, конечно, у Пономаревых и недомолвки. Но они касаются лишь одного вопроса. Что стало началом их совместного успеха? В 2006 году сын закончил институт. Закрыл свои магазины. Потом приехал и говорит, пап, давай займемся вместе. У меня там как-то... У тебя тут ты не все успеваешь. Ну, я только рад был. Понял, созрел. Это хорошо, что сам, потому что если появлялись, другой эффект будет. То есть, ну, вот видите, мои демократичные подходы в воспитании, они потом в конце... Да, дали плоды. То есть, после того, как цветы стали на меня рентабельные, отец говорит, Ром, приезжай. Подсунул мне книжку «Умная бахча». И я прочитал эту книжку на одном дыхании, да, и заинтересовался очень сильно. Отец такой говорит, давай займемся арбузом. Хорошее это дело. Он меня хотел в путь какой-то направить, чтобы я делом занимался. Ну, то есть, в правильное направление. И, ну, получилось у него. То есть, я так понял, что Роману нужно дать самостоятельность, чтобы он полностью отвечал, чтобы он почувствовал себя самостоятельно. Тогда у нас будет дело. Первый год посеяли 11 гектар, денег не было, а двоем с отцом пололи здесь. Пололи тяжело. Два раза. Два раза пропололи. Тяжело. А я, когда я говорил, что я ни хрена не вернусь больше в село, в земле этой ковыряться. И мне так это интересно стало. После 11 гектар пропололи. Да нет. Я понимаю смысл этого всего, потому что я загорелся тем, что новые сорта, разные сорта можно использовать. Можно выращивать так, 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 так. То есть, начал изучать это. Я ночами не спал иногда. Просто интересно мне было. И в первый год же в один из гектар вырастили. Арбуз хороший, вроде бы, все же. И неделю или две мы продаем арбуз. И град заходит, и все, нам арбуз выбивает. Вот так вот. Слушай, ну и как вы справились? Да что, на следующий год подняли нос, не стали хныкать, да? Давай посеем еще 18 гектар, манданули. Отец нашел средства где-то, ну, заняли денег. Но в этот момент уже пшеницу вы выращивали, да? Да, да. То есть, это помогало, в общем, в тот момент. Или оно тоже было на грани рентабельности? Ой, тогда было вообще жесть. В 2003, 2005, 2007 пшеница копейки стоила. Даже не стоило ее выращивать. Ну, отец выращивал. Верил, 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 что цена поднимется. Но это произошло, да, позже? Ну, да, я вообще не считаю. Для фермера смысла нет пшеницей заниматься. Даже здесь? Даже здесь, даже есть другие культуры, более рентабельные. Зачем? Пусть агрохолдинги занимаются, пшеницей. По мнению Романа, агрохолдинги должны сосредоточить свое внимание на том, что можно механизировать на 100%. А небольшие фермы должны создавать крафтовую продукцию и заниматься выращиванием пряностей, декоративных и бахчевых культур. Хорошо к вам относится администрация сейчас? Администрация, знаете, меняется. И приходят люди, в общем, временщики, которые не занимаются стратегией развития района, а стараются решить вот свои какие-то... Это местные люди или нет? Это люди, ну нет, не местные. Местного руководителя ни одного не было в хозяйстве за все время существования. Все какие-то приезжие. Ну, сейчас у нас тоже вопрос. Вот видите, вот такая лощинка. Это наша собственность тоже, вот это, начиная от вот этого бугора. И мы хотим здесь сделать горнолыжный курорт. Всесезонный. То есть, а позволит это? Высота позволяет перепады, да? Вы исследовали? Можно... А снег здесь будет? Зачем нам снег? Это... Так, что вам нужно? Всесезонный. 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 Это сноуборд, сноу... Есть такой сноубенд, такие покрытия, которые делаются... Вот этот лесок тоже. Там дома на деревьях планируем, эко-гостиницу. Ну, то есть, и мы судимся за что? С администрацией за эти земли. Вот они нам палки в колеса вставляют. И мы с ними вот уже год не можем найти общего языка. Ну, заказали экспертизу землеустроительную. А предмет спора? Да, им что? Предмет спора, что мы не там якобы отмежевали свои земельные участки. Ну, это вопрос надуманный. Я думаю, это вопрос времени. Ну, то есть, это к тому, как к нам администрация... Надо переселить просто этих... Администрация к краю хорошо относится. Ну, как бы и губернатор, он приезжал там, разобрался. Знаете, вот мнение мое такое, что наша власть не любит, когда что-то, кто-то делает что-то хорошее без нее. Мы открыты, а наоборот, нам палки в колеса вставляют. Мы просим, у нас пока нет возможности, купите автобус. Мы там, день из Ставрополя, день из Михайловска, там из Другого, день из Александровского, там, ну, оформим так, что турпоток вырастет в разы. И мы вот на словах декларирует власть, что мы за развитие сельского туризма, внутреннего туризма, вообще туризма, а на самом деле, ну, все делается для того, чтобы где-то чего-то отпилить денег. Помимо прозрачности в финансовых вопросах, в своем агротуристическом парке Пономаревы придерживаются одного очень любопытного правила. Там не должно быть конкуренции. И это, как ни странно, работает. Если аттракционы, то один партнер по аттракционам, по платным аттракционам, да. Ресторация, да, там, кафе, один человек полностью заведует. И мы в очень хороших, дружественных отношениях. Опять же, идеология здесь. Как у нас принцип, чтобы мокрые, грязные, но счастливые отсюда уезжали все, да, и взрослые, и дети. Ну, трезвые, у вас алкоголь не продается. Да, да, у нас алкоголь, сигареты здесь, ну, как бы, ну, ни к чему это. Счастливые, но трезвые, это надо постараться. Вот, это сложнее. Это сложнее намного. Сложнее, но это намного эффективнее. То есть, если семья приехала, отдохнула здесь душой и телом, да, то сразу же это в геометрической прогрессии начинает идти. Уже две, три семьи, четыре семьи начинают приезжать уже с друзьями, с родителями. Плюс запоминают трезвые люди лучше. Вы гордитесь своим сыном? Конечно, он настоящий мужчина. Ну, мужик. Он, во-первых, у него подходы к жизни правильные. То есть, и семья, и, знаете, вот христианские. Мы неверующие, мы политически нейтральны. Но принципы должны быть жизненные, христианские. Ну, это добро, чтобы к людям относиться нормально, не воровать. Ну, то есть, мы за свою жизнь, я считаю, мы все это заработали своим трудом. И так же и с работниками. Очень требуем, чтобы не было воровства, чтобы работали все нормально. Мы, зарплаты очень хорошие у нас у людей. Вот они получают там по 1200-1300 в день люди. У нас птицефабрика рядом, там платят им 500 рублей, например. А к нам люди приходят, но знают, что работать надо. Как парк заработает, так и все получат. Ну, это так. Это будет премия. И премии, да, премии будут. Плюс дополнительные какие-то блага тоже будут. Например, у нас цель ставится за год, за два вперед. То есть, на следующий год нам нужно заработать здесь денег, чтобы здесь сделать ряд бассейнов. Близкие родственники всех работников могут заходить сюда без денег, без ничего. То есть, отдыхать, наслаждаться здесь. Получают продукцию по себестоимости, по очень низкой, даже ниже иногда себестоимости. То есть, всю продукцию, плюс какие-то помощи идут. Ну, к примеру, к нам пришел как партнер Институт Дружбы Народов Кавказа. Он просит, так как сейчас демографический провал с абитуриентами, он просит, чтобы мы порекламировали в том плане, чтобы люди пришли к ним. И нам два человека могут в коммерческий вуз поступить бесплатно. Дети, работников или кто-то такой. Ну, вот уже выбрали двух человек. Мы будем рекламировать весь сезон. А эти два человека будут бесплатно учиться все пять лет. То есть, вот так. Кроме того, что в Пономарево нет алкогольной и табачной продукции, Александр и Роман сторонники органического производства. Мы на овощных, пахчевых культурах не используем минеральные удобрения. Вот. Мы используем только бактерии. Азот, фосфор, калий – это макроэлементы, которые питаются растениями, которые необходимы. Как у нас белки, жиры и углеводы у человека. Чтобы растение получило азот, фосфор, калий в нужном количестве, мы еще в теплицах, в рассаде насыщаем эти кубики бактериями, азотофиксирующими калия, фосфора, мобилизующими бактериями. Также мы используем микоризу, потому что мы перешли на новую технологию прививки арбуза. Если раньше тля для нас была большая угроза по биометоду, то сейчас уже нет. Сейчас больше 80% наших арбузов, которые мы выращиваем, уже привиты. А что дает прививка? Выращивается подвой и привой арбуз. На определенной стадии. Вот они вышли, семидоли, и делается здесь два надреза, и на арбузе два надреза. Их соединяют, и срастаются. Через три недели у подвоя срезают ее верхушку, а арбуза срезают его корешок. И получается, что корень с верхушкой арбуза. В три раза больше захватывает корневая система площадь питания. Вот в России мало кто этим занимается. Весь мир выращивают на прививке. А у нас считаются площади огромные, и нам это не надо. Привитый более сладкий, более большая урожайность. Очень хорошо от рисков спасает. Вот видите, вот между... Здесь вот арбуз непривитый. И между рядами есть просветы. А на привитом арбузе его нет. Даже если вдруг что-то, не дай бог, град, он просто листвой своей укрывает арбузы. Арбузы не горят. Вот эти арбузы подвержены... Вот сейчас он чуть созреет, и листва чуть-чуть опадают. И если 40 градусов, а вот в восточных наших районах, там и до 50, в общем, на солнце... И теряют свои свойства. Кроме того, урожайность... Первая зависть на вот этом арбузе непривитом хорошая, вторая так себе. Третья можно и даже не смотреть. А здесь и первая, и вторая, и третья зависть все отличные. И поэтому урожайность возрастает в разы. Ну, я так понял, это кропотливый труд, когда люди нарезают, выращивают, опять нарезают 160 тысяч. Да. Хотели 200. Именно сделали вот таких вот привитых арбузов. Да-да-да, 160 тысяч. У нас в плане 4 тысячи растений должны привить в день. Раньше о прививке огурца, или там о прививке томата, или о прививке арбуза... Ну, что это такое, дурдон. Сейчас появились этот продукт, именно это растение, семена. И вот мы теперь стали закупать этих семенов. Покупаем с Японии эти семена. Арбузы покупаем с Чили, с США, ну, 38 сортов разных, с Китая, с Японии. Я много технологий посмотрел, но применяю здесь технологию, собранную по частям. Это конструктор у нас тут. Все-таки обрабатывают бахчу, хотя и биологически чистыми, как они говорят, да? Используют два препарата, он сказал. Биопрепаратами, да. Но, тем не менее, они вмешиваются в биоциноз, когда все микроорганизмы живут вместе в почве. То есть это такая единая система, которую он, сторонник, вообще не разрушать, не вмешиваться в нее, а встраиваться в нее. Здесь он все-таки говорит, что мы вносим одним био-компонентом всех там вредных убиваем, а другим компонентом засаживаем полезные какие-то грибки. Это все-таки уже изменение такое. Это интересно. Я у меня нет вообще никакого мнения на это. Мы не знаем, как это работает с бахчой, как это работает с пшеницей. Кстати, что такое бахча на арабском языке? Это означает, что это типа сада и огорода. Когда говорят, и он выращивает арбузы, дыни и другие бахчевые культуры. Что подразумевается? Как вот другими бахчевыми культурами? Сколько других бахчевых культур. Вот мы покопались и нашли только тыкву. Больше не знаем. Да, это всего три. Если найдете еще как-то тыкву, то пишите, пожалуйста. У нас бахча занимает 5% всего от всей площади. А, в финансовом плане? В финансовом плане, если год средний, то бахча примерно такой же доход дает, как и все остальное производство. Из-за того, что мы продаем в розницу все. Мы просто не хотим кормить перекупщиков, которые приехали у нас, за 3 рубля купили, поехали продали за 20. И, в общем, нам осталось только поплакаться, эти 3 рубля как-то поделить. Но вы нашли свой путь, свою нишу и своего покупателя. Если получается продавать в розницу, конечно. Вы вообще все продаете в розницу? Все бахчу. Все бахчу мы продаем в розницу. Вот те года мы продавали все в розницу. Единственное, мы какой-то год очень много арбузов было какой-то. Мы продавали в Белоруссию там где-то тонн, наверное, 200. Вот и все. Интересная методика высадки бахчевых, которой придерживаются предприниматели. Каждую неделю высаживается 5 гектаров арбузов. Так что последние высадки происходят, когда первый арбуз уже созревает. Поэтому свежий урожай на ферме можно купить вплоть до конца сентября. А сколько человек работает вот на этом предприятии, в этом парке и на фермерском хозяйстве? Ну, в общем, чтобы представить масштаб. Четыре механизатора, два водителя, 12 человек со мной в парке. Это на овощных культурах. Вот это вот все сделали 12 человек за этот год. И плюс посадили 40 гектаров вручную. Бахчевых культур рассадок. Ну и классно. Вы подрежаете тех, кто устраивает праздники, тех, кто кормят. То есть всего 12 человек здесь. И сколько примерно на фермах? Ну, на выращивании бахчевых. Это 12 человек. Всего 12. Всего 12 человек. Это костяк. А плюс в парк мы еще добираем до 30 человек еще дополнительно вот в сезон. На сбор урожая. На сбор урожая, арбузы кидать. А какие-то технологии хранения есть? Технологии хранения, ну, не очень они правильны. Потому что арбуз, если он созрел, он хранится 10-12 дней максимум. Его нужно хранить. Потом идут все равно. Температура действует, там еще что-то, что влияет на качество мякоти. Сахара уходят. Или еще там что-то. Или структура. Люди любят, чтобы он был жесткий, сладкий. Да, мягкий уже не то. А мягкий уже, ну, не то. Смотри, если они ушли от того, чтобы продавать свою продукцию оптом, продают все в розницу, это круто. Вообще, это просто. Это круто. Другой вопрос, что если бы это было классно, знаешь, прийти с корзинкой, где-то рядом с домом, забрать все, что тебе надо, там, к твоему супу, или, я не знаю, что ты там делаешь, блюдо. Ну, конечно, сюда полчаса ехать надо. Это от Ставрополя полчаса, да. Но с другой стороны, совместить приятное с полезным. Ты едешь в выходные, проводишь день с семьей здесь. Детям там прекрасно. Вот это показатель, смотри. Если детям классно, а там классно, очевидно было, значит, все, мне кажется, семья может смело туда ехать. А плюс еще набрать овощей и арбузов на целую неделю вперед можно, правильно? Они же не испортятся сразу. По хорошей цене. То, что ты за 250 купишь в городе, ты здесь за 50 купишь. Получается, ты на 5 дней себе, то, что ты там на один день купишь, даже на три. Ну, смотри, мы не знаем, какие цены в Ставрополе. Так я был на рынке вчера. И 250. Там цены дороже, чем в Москве на рынке. Очевидно, что на вот это мероприятие и на сезонную работу они нанимают людей. Можешь назвать годовой все-таки оборот вот этого парка конкретно? Ну, за 10 есть. За 10 миллионов здесь получаемую выручку. Заработка здесь где-то миллиона три, наверное. Вот так вот. Это если в прошлый год, кстати. Но это как-то слабо бьется с теми планами, которые вы себе рисуете. Наверное, вы планируете большой рост, да? А у нас есть хорошая подушка. Это сама сельхозпродукция, то есть, которая реализовывается. Арбузов мы реализовываем до 15 миллионов в год. То есть, люди, которые приезжают, покупают. Это основная, наверное, коммерческая составляющая. То есть, то, что вы можете благодаря этому парку продавать свои арбузы, все в розницу. В прошлые годы мы видели, что парк – это побочка, а основное – это овощи, которые мы, или бахчевые, которые мы выращиваем. И вы их при этом отдавали оптам? Нет, нет, нет. Только в розницу все реализовывают. И мы теперь видим, что агротуризм и парк уже выравниваются. Скоро пересилят, да? Да. То есть, получается, вы сделали, открыли собственные магазины, привлекли сюда людей через агротуризм, так по большому счету. Да. То есть, вы даете все свои овощи, бахчу, вместо того, чтобы везти куда-то, к вам приезжают покупать. Вот эта схема интересная с огородом, что человек берет корзинку и набирает любые овощи на вашем огороде, и все по цене 50 рублей килограмм. Это как-то слишком дешево получается. Это выгодно? Мы не видим это как хорошую рентабельность или хорошую прибыль. Это опять же какое-то предопривлечение людей. Да, работаем по финансам в ноль, но это привлекает хорошо народ. Опять же, к арбузам. Опять же, к арбузам. А цены на дыни и арбузы у вас рыночные или как? Выше рыночных. Выше рыночных. Почему вы в сезон продаете арбузы? Ну, если в среднем арбуз, ну, к примеру, 10 рублей, у нас где-то 15-20 идет. Но у нас еще разновидностей-то очень много. Вместо того, чтобы за 3 рубля отдать перекупу, да, какому-то создать. И мы цену эту по потребности же делаем, и у нас постоянно нехватка. Мы-то и сажаем больше, каждый год больше, но мы не успеваем. И правильно делаем. Но при очевидном успехе в основе политики семейства Пономаревых лежит принцип не барствовать. По словам Романа, если в год на семью ему требуется порядка 2 миллионов рублей, то выше данной цифры подниматься ни в коем случае нельзя. Так как это выбьет всех из колеи, и о дальнейшем развитии фермы можно будет забыть. Конечно, может быть, через год это уже будет планка 2-200, 2-300, там, например. Но вот на семью больше нельзя. Тогда ты перестаешь думать, когда много денег. Имейте в виду. Ну, лишь бы только, да, сильно, так сказать, не задушить себя. Иначе все это будет работа ради работы. А потом непонятно, что будет с этим дальше. Он ценит качество жизни. Тем не менее, он умудряется так жить и говорит о том, что это важно. То есть деньги – это не самоцель. Самоцель, наверное, это комплексное, гармоничное создание жизни, опирающейся на работу, на семью. Но его настрой стоит в том, чтобы не баловать детей деньгами. Так же, как его отец не баловал, ему всегда не хватало, как он говорит в институте. В моем понимании человек должен работать до конца своих дней. То есть он не должен идти на отдых до, ну, то есть лежать, пенсионером быть или там. То есть должен активно проводить всю жизнь. То есть не почему-то. Я думаю, с такой позиции должны это, вокруг местные органы власти, так сказать, подержать, посохватиться за нее и, наоборот, помогать вам, развивать эту теорию. Человек, который начинает лежать на диване и вести пассивный образ жизни, у него сразу много болячек появляется. Если при активном образе жизни обмен веществ у человека постоянно работает, то как он лег на диван, он замедляется. У меня прадед прожил до 98 лет. В 97 лет он еще колол дрова. И он говорил, Рома, работай, работай всю жизнь. То есть нельзя останавливаться, ну, просто нужно выбрать ту работу, которая нравится, и сделать такой ритм работы, чтобы тебе он подходил. Нельзя и на износ работать, но и нельзя в расслабухе работать. Нужно в ритме работать. Ну, конечно же. Готов! Арбуз уже абсолютно точно готов. Давайте попробуем. А как же его попробовать? Миша, подними его. Иван, засовывай туда лицо свое. Иван, гайфиосин. Бери, берите. Берите, берите. Не задерживай людей. Ну что, давай. Раз, два, три. Он готов. Он абсолютно готов. Они готовы, да. Но мы пройдем, и в пятницу, если мы сейчас выберем там штук 70, привезем на торговую точку, то к нам сейчас повалит вся округа. И разочаруются. И разочаруются, что их нет. Ну, это не очень хорошо будет. Поэтому мы всегда делаем так, чтобы где-то 20 тонн мы смогли собрать. Собираем в 4 часа утра. Начинает. Чтобы жарко не было. Чтобы жарко не было. Чтобы арбуз был прохладный. Тогда он дольше на торговой точке будет. И он будет жесткий. Если по жаре собирать, то он очень быстро теряет влагу. И буквально через два дня он будет мягкий на торговой точке. К тому же еще вот этот арбуз недостаточно сладок по нашим меркам. Потому что этот арбуз берет ранней спелостью. Ну, я не знаю. Для специалистов это по-другому. Для специалистов. У нас есть приборы. Он называется... Сладомером, то есть? Нет, нет, как-то. Но они измеряются в бриксах. Градус брикс – это отношение массы сахарозы к жидкости, в которой она растворена. Для измерения брикса применяется рефрактометр. И чаще всего этот инструмент используется для определения идеального времени сбора урожая. Мы попробовали этот классный арбуз. Я гожусь тем, что я, наверное, первый из моих друзей, кто попробовал в этом сезоне правильный настоящий арбуз с грядки, тем более. Начало июля сегодня. Это супер вообще. Здорово то, что вы делаете. Молодцы. Спасибо. Нам это очень нравится. Мы влюблены в арбузы, влюблены в это дело. Это самое главное. Поехали дальше. А вот при разговоре с сыном Александра Пономарева братья Чебурашкины оказались в эпицентре дождя. Но это не помешало ему знать о мечте Романа. Каким ты видишь свой бизнес, свою работу? Я вижу здесь агротуристический кластер, в котором работает более двух тысяч человек. Этот агротуристический кластер становится международным по посещаемости туристов. Помимо производства хорошего, здорового питания продуктов, можно еще и зарабатывать на туризме. И причем очень требуется это народу. Какие советы начинающим предпринимателям ты бы дал, понимая весь твой путь, который ты прошел, непростой? Предпринимателям в любом деле. В любом. Подогревание интереса самого себя. Не просто искусственно, а самому заинтересовываться, читать больше, узнавать. Идти туда, где там еще ничего не познано. И если вы пойдете туда первым, остальные будут последующие. С чего можно начать фермеру, чтобы как-то привлекать агротуризмом посетителей? Правильно сделать ферму, чтобы карантинные службы к вам не пристебались по поводу ваших агротуристов. А дальше что сделать? Контактный зоопарк, маленький ресторан, кафе или что, на твой взгляд? Ну, небольшая ферма, работает там пять человек. Я думаю, что вот если ферма из пяти человек, там должен быть домашний быт, уют. Это не рассчитано на великий поток людей, но это очень дорогостоящий. Гостевой дом там был. Гостевой дом, да, это элитный отдых. Там работают пять человек, которые доят корову, которые показывают, как доить, учить доить. Если убираются остатки, но только в нужная вещь для самона, молоко выливается, то есть не нужно прокисывая, то она идет как подкормка туда-то, да, то есть замкнутый цикл всего благого. Ничего не должно тратиться впустую. Подмочило, конечно, здесь сегодня прилично. Мы не смогли завершить нормально наш разговор, потому что дождь пошел невероятной силой. Ливень был просто. Ну что, друзья, вы все видели сами. Агротуризм – это эффективный способ продвижения сельскохозяйственной продукции, если все сделать с умом и душой. Ну а как сделать себя счастливым, каждый решает сам. Главное – быть честным перед самим собой. Хорошие, трудолюбивые, приятные ребята. Они сделали свой бизнес по собственной модели, по непрофильному направлению, то есть это… Агротуризм. Агротуризм, да. Ну как раз все это по большому счету сделано для того, чтобы продавать свои арбузы. Интересно. Не оптом, а в розницу по хорошей цене. Ну, конечно, работы и проблем хватает. Как у любого предпринимателя. Молодежи много работает, все позитивные. Даже в тот ливень, в который мы все попали, слаженно. Да, как муравьи накинулись, там, разграждали огурцы от потоков воды. Выносили, спасали вещи, перекапывали что-то. То есть позитивное настроение в Калифе. Пожелаем им развития. Да, и помощи чиновников на всех уровнях. Чтобы не было препятствий, чтобы и государство, и предприниматели шли общим путем. А у нас впереди еще интересный маршрут. Горный Кавказ. Горный Кавказ теперь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчики. Движемся дальше, путешествуем, встречаемся с деятельными людьми. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»